Сейчас затягиваю все хомуты, мотор мы уже обслужили, сейчас будем делать пробный запуск. Именно этот УАЗ в простонародье Буханка уже в ближайшее время отправится в зону СВО. По запросам военнослужащих автомобиль был доработан под военные условия. Последние 10 лет автомобиль провел на заднем дворе авиационного колледжа и не использовался. Инициаторами восстановления Буханки выступили студенты, руководство колледжа поддержало данную идею. Автомобиль переварили, покрасили и подготовили к эксплуатации. Мы, соответственно, провели полное техническое обслуживание, потому что он 10 лет стоял. То есть, соответственно, нужно было заменить все масла, фильтры, обслужить тормозную систему автомобиля, проверить работу всех лампочек. То есть, ну, соответственно, провели обслуживание самого двигателя. Работали над автомобилем в свободное от учебы время. Восстановлением Буханки занималось 13 студентов. Вместе с машиной уже по традиции отправят и печки буржуйки. Их изготовление уже начали. Делают все на совесть. Сначала изучают чертеж, затем подготавливают металл и получается готовый продукт. У нас уже в планах есть, наверное, порядка 10 печек сделать в ближайшее время. Ну, до Нового года это точно. В прошлом году я уже даже не могу сказать сколько. То есть мы как-то очень часто мы их делали. И, наверное, ну, порядка тоже 10-12 печей в прошлом году в зимний период мы отправили. Стоит отметить, авиационный колледж с первых дней специальной военной операции активно оказывает поддержку нашим военнослужащим. Кирилл Савосин, Марат Микдеев, Управда ТВ.